приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня мы говорим о милосердии вот как евангелие о нем повествует и тут же возникает вопрос а это вообще случайно не слабость милосердия когда ты кому-то там раздаешь его направо налево взаймы себе ничего так сказать обратно себе не берешь даешь не взаймы так сказать а бескорыстно потому что в евангелии вот от луки там сказано но вы любите врагов ваших и благотворите и взамы взаймы давайте не ожидая ничего так это чушь тогда мы и без сего и останемся и сказано и будет вам награда великая и будете сынами всевышнего да то есть как бы там вот за гробом на небесах а здесь тогда что тогда ничего и получается что это же просто какой-то самообман это какая-то вот слабость что ты такой вот забиты все раздал такой вот ни с чем оставить не остался и после этого живешь ничего не имея а тебя там дурит и потом с тебя же еще и требует уж ты чем больше ты даешь тем больше люди от тебя ждут есть вот такая тоже закономерность но на самом деле ведь спаситель как говорит и так будьте милосерды как и отец ваш милосерд а отец небесный господь бог всемогущий всесильный вседержитель он сотворил мир и никак не скажешь что господь бог он есть какое-то вот слабое существо нет он всему он всемогущий и тот кто являет божие вот этот милосердие потому что милосердие это отражение божественные черты божественного свойства потому что всякая добродетель это отражение в человеке чего-то божьего и чистая любовь и смирение и терпение и милосердие и целомудрия это все отражение божественной чистоты божественной святости божественной мудрости божественной любви и такой человек на самом деле вот будет ли он слабым. Вспомним, например, из жизни жития преподобного Пахомия Великого, это вот такие исторические сведения, этот святой, он стоял вообще у истоков общежительного монашества, то есть, такая вот строго организованная монашество, когда к нему множество собиралось уже учеников, и потом в эти монастыри приезжали даже императоры за советом, то есть, приезжали правители, князья, и они видели некую силу духа, а вот преподобный Пахомий Великий, он ведь происходил из языческой семьи, где ничего христианского совершенно не было, и он был тоже язычником, и вот его призвали в армию, это начало 4 века, когда много шло всяких там распри внутренних Византийской империи, точнее еще Римская была империя, и вот Константин Великий в том числе уже выдвигался вперед, но при этом были Ликини, Максенцы, Максимин, еще какие-то другие, и все они друг с другом враждовали, каждый набирал какую-то армию, поэтому везде собирали каких-то, наспех собирали призывников, и Пахомий, юноша, он язычник, был тоже призван, вот такой призывник их скорее повели, для того, чтобы они участвовали вот в этом, в этих военных походах, и что их оставили ночевать в темнице, ну почему в темнице, потому что призывники всегда были люди бесправные, и поэтому когда вот у нас бывало, да, что кого-то призывают, и там деды кричат, духи вешайтесь, то есть как бы это подчеркивало некое вот их бесправие, и в то же время, в те времена то же самое, а в темнице, ну видимо, чтобы они не разбежались, их оставили, но что получилось, что в эту темницу вдруг приходят христиане и приносят еду для находящихся там, и вот они вдруг стали угощать, в том числе вот этих призывников, которые ночевали в этой темнице, различные там угощения, еду, и на Пахомии это произвело просто вот потрясающее впечатление, что люди не ради себя, да, а вот бескорыстно тебе что-то дают, и не ожидают замен, он стал расспрашивать, оказалось, что они христиане, и делают это во имя Христа, и вот тут в нем как что-то внутри поменялось, он задумался, и потом стал узнавать, кто был Господь Иисус Христос, и, кстати, вот это их ополчение было достаточно быстро расформировано, потому что война не состоялась, и в призывниках отпала нужда, его вернули на родину, и он уже посвятил себя христианской жизни, то есть, оказывается, милосердие, оно может поменять чью-то жизнь, оказывается, оно может даже вот от грубого язычества привлечь к высокой нравственной христианской жизни, и, а если бы к нему, допустим, с жестокостью или с равнодушием отнеслись, да, если бы от него отвернулись, то есть, демонстрировали какую-нибудь теплохладность, равнодушие, жесткость, как вот бывает, иногда люди вот еще ничего не знают, заходят в храм, что-то спрашивают, а им грубят. А вот такая грубость, она разве может привлечь кого-то ко Христу? То есть, нет, грубость — это проявление слабости, жестокость — это проявление слабости, а вот милосердие и любовь, вот Спаситель поэтому и говорит, вы любите врагов ваших, то есть, будьте сильнее, будьте высших этих земных страстей, препирательств, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, не ожидая ничего взамен, иначе, если ты ожидаешь чего-то, то получается, ты как бы подкуплен чем-то, то есть, твои положительные эмоции, они продиктованы только тем, что другой человек тебе что-то даст, а если не даст, то у тебя и настроение уже падает. И что же ты за человек? То есть, твой дух настолько слаб, что ты зависишь от действий другого человека, вот отблагодарил он тебя или не отблагодарил. И вот как раз милосердный, он и становится выше этого, выше правил нашего греховного мира, в этом есть подлинная сила духа, это располагает, располагает, и люди поэтому и обращались к христианству. А даже если тебе не воздастся, вот кажется, что не воздастся, а на самом деле воздастся, вот это то, что взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, причем спаситель не говорит, что она только на небесах, она везде будет, потому что ты везде пребываешь своей душой, и она и здесь тебе будет благословение Божие, вот не буду называть имени, но скажу, что вот мой духовник, архимандрит, он как раз постоянно, вот чем он отличался, что когда к нему приходили просить взаймы, он говорил так, я взаймы не даю, я просто даю, вот сколько просили, если есть у него, он давал эту сумму и назад уже ничего не ждал. И поначалу я вот тоже думаю, как это так, что если человек раздает, то есть у него ничего не останется, а в итоге наоборот, и получается так, что чем больше он раздавал, тем в итоге и ему тоже жертвовали, то есть как будто вот люди, знаете, интуитивно чувствуют, что вот этот человек он бескорыстный и начинает ему нести, а если какой-то вот он скупой и жестокий, и вот только для себя, то ему и жертвуют меньше, а может быть и вообще не жертвуют, и такому человеку вот все время мало, то есть здесь прямая, вот прямо обратная такая картина, вот чем больше ты открываешь душу, сердце для других, тем Господь и больше тебе подает, поэтому, ну и даже если бы не было такого вот земного воздаяния, все равно все, что мы делаем, это остается при нас, вот ты делаешь дела добра, это добро остается при тебе, ты творишь, вот совершаешь дела милосердия, это милосердие останется при твоей душе, а если совершил ты какую-то жестокость, подлость, даже допустим в каком-то другом городе, или где-то еще там вот ты назлодействовал, напоганил им, уехал и думаешь, что ничего не забыто, нет, это осталось в тебе, потому что ты уехал оттуда, но ты остался тем, кем ты и оказался, то есть злодеем, гадким таким мерзким человеком, и все это обернется к тебе наказанием, если не тебе, то твоим детям, и тогда тебе будет еще больнее. Вот в 19 веке был такой аристократ и авантюрист Федор Толстой по прозванию американец, потому что он путешествовал в Америку, и страшный такой вот игрок в карты, бритер, он в картах там хитрил, обманывал, из-за этого провоцировал часто дуэли. Их даже вот с Пушкиным, с Александром Сергеевичем тоже фактически была спровоцирована дуэль, но она не состоялась, там не всякая назначенная дуэль, так сказать, вот доходила до своего итога, а так вот он постоянно провоцировал с разными людьми дуэли, и именно, и всегда он кого-то убивал. И получилось так, что вот на этих дуэлях, на разных многочисленных, он убил в целом 11 человек. А потом что было, ну то есть вот она жестокость, то есть милосердия никакого, и кажется, что этот человек такой вот уверен в себе. Потом, конечно, все быстро у него рушится, как-то он проиграл там какую-то сумму в карты, и тут же вот она проявляется, что жестокий человек, он тут же оказывается и немощным, и хотел покончить с собой, потому что силы духа нет для решения ситуации, но выручила его подруга цыганка, оказалось, что то, что дарил он ей какие-то вот там деньги, она все это собирала, и она смогла как бы выкупить, освободить как бы и вот эту ситуацию. И вот они поженились, и что происходит потом? Вот он на дуэлях убил 11 человек, и после этого начинают у него умирать дети, в основном в младенчестве, в раннем возрасте, и умирает их в целом 11, то есть 11 детей умирает по числу убитых им людей на дуэли. И сам он под старость, конечно, понимал, что это было некое наказание, то есть как ты ведешь, если ты проявляешь жестокость, эта жестокость обернется против тебя. Если ты проявляешь злобу, да, вот такую хитрость, думаешь, что ты там всех обыграл, всех там поубивал, нет, тебе же будет от этого только хуже. Но это его, так сказать, заставило и каяться в грехах, и вот он даже у него был синодик, когда он молился о убиенных им, и потом как бы он понял, что как бы грех вот уже искуплен, когда вот и дети его отходили в мир иной. Но суть в чем? В том, что немилосердие, жестокость и злоба, она всегда оборачивается страшным наказанием для этого человека. И поэтому Спаситель, он вот точно, вот именно там же, в той же самой своей проповеди, он говорит, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть вот если ты хочешь, чтобы к тебе кто-то проявил добро, теплое участие, чтобы кто-то тебе помог, откликнулся на вот твою просьбу, то вот ты точно так же и относись ко всем остальным. А почему так? Вот Господь хочет показать нам, что вот Вселенная, она создана не для тебя одного. И ты в этой Вселенной, так сказать, не пуп земли. И поэтому Господь часто создаёт такие ситуации, когда даже вроде бы такой вот состоятельный, независимый человек, он вдруг раз, всё обрушивается, и он нуждается в чьей-то помощи. То есть Господь обрушивает гордыню человеческую, как некую такую Вавилонскую башню. То есть эта башня, она не только в древности строилась, она строится в душе каждого человека. И каждая такая башня непременно обрушится, как обрушилась и та Ветхозаветная, описанная в Ветхом Завете, башня гордых строителей. Они говорили, сделаем себе имя. И каждый пытается и сейчас сделать себе имя, но Господь это рано или поздно обрушивает. И такой человек, он нуждается в ком-то другом. И то есть Господь пытается показать нам, что для Бога каждый важен. Не только вот ты, вот я, вот только мне, всё, поэтому я вот вперёд. Нет, ты постарайся увидеть тех, кто находится рядом с тобой, и они для Бога так же важны, как важен и ты. Но получается, что люди не поймут этого, пока не обрушится их гордыня. И Спаситель предлагает нам как бы такой безболезненный способ преодолеть, победить истукан своего Я. То есть вот уже сейчас постараться проявлять вот это вот милосердие, эту доброту к ближним, а через это будет дано благословение Божие. Вот в жизни Иоанна Кронштадтского там тоже был такой случай, как один купец, который, а там вот дом его так располагалось на улице, и отец Иоанн Кронштадтский, он постоянно приходил разменивать крупные купюры на мелкие. Для чего? Для того, чтобы раздавать нищим милостыню, потому что за святым Иоанном Кронштадтским постоянно верениться этих нищих людей, и он каждому давал. А вот этот купец, там приходилось постоянно отчитывать монеты, и вот он в один день думает про себя, ну ладно, я ему дам, но вот хоть бы ты наконец отстал от меня, а то считаешь, что ты отчитываешь эти мелкие монеты, и когда мне торговлей-то заниматься, вот хоть бы ты отстал от меня. И вдруг после этого дня отец Иоанн Кронштадтский перестает к нему приходить, потому что тот как бы отгородился от дела вот этих милосердия, потому что отец Иоанн, он для милостыни обменивал деньги. И вдруг у купца начинают дела идти плохо, товары портятся, покупателей становится меньше, и его совесть ему говорит, что это связано с тем, что он вот как бы даже мысленно отгородился от святого человека, а тот как будто почувствовал и перестал приходить. И потом, когда встретился, с отцом Иоанном, то тот спокойно так, смиренно говорит, я уже больше не тревожу тебя. Но он кинулся в ноги, раскаялся этот купец, и отец Иоанн опять стал приходить и говорит ему, что только ты вот не забывай о нищих, неимущих. И после этого у него дела стали поправляться. То есть оказывается, может быть, даже тоже вот наши внешние дела, они связаны с тем, что у нас происходит внутри. И не нужно забывать, что все-таки Господь своим промыслом, Он действительно присутствует в нашей реальной жизни и реально проявляет себя. Ну, а может быть еще такой встречный вопрос, а как же, если там вот ты будешь всем подряд раздавать, да? Ну, на самом деле, не получится всем подряд, потому что наши средства, они всегда очень ограничены. Очень ограничены. И мы не можем вообще помочь всем. Вот как Спаситель говорил, что нищих вы всегда имеете, и когда хотите, то можете благотворить им, да? То есть хочешь, не хочешь, вот пытаясь преобразить этот мир, нищие они будут всегда на протяжении всей истории. Когда захочешь, то ты можешь благотворить им. Но просто знаешь, что если ты в принципе вот сердце свое закрываешь от других, то сердце твое будет как такая вот пещера самозамкнутая, а в замкнутое пространство не проникает свет. Чтобы свет проник внутрь, надо открыть окна дома твоей души, и тогда свет туда проникнет. И вот, конечно, вспоминается, и вот я сам тоже много думал над этим вопросом, и менялся ответ. Почему? Потому что бывает часто и какие-то мошенники подходят, и кто-то попрошайничает, а потом он не исправляется. Но, в общем-то, существенно на этот ответ даже может повлиять то, что у нас уже в церковный календарь включен особый праздник в честь светописанного образа, светописанной иконы Божьей Матери. Не так давно, вот несколько лет назад включен даже этот праздник, светописанной иконы Божьей Матери, явленной на Афоне. Это событие начала 20 века, когда был голод на Афоне, а вот русский Пантелеймонов монастырь, он имел возможность помогать неимущим. Почему? Потому что из России шло еженедельно снабжение. Там монастырь был большой, и направляли корабли с продовольствием. И поэтому наши монахи русского Пантелеймонова монастыря каждую неделю в определенный день помогали неимущим. А там получилось так, что жило на Афоне много таких, которые не трудились в монастырях, и бывало, что эти люди как бы отлынивали от работы, но вот за милостынь они приходили. И тогда кинот, а кинот это что? Это управление всех монастырей, духовное управление всех монастырей Афона, сделало предписание, чтобы прекратить вот эту раздачу милостыни для людей, которые не ведут высокий духовный образ жизни, что они, так сказать, ну, получают это, они исправляют себя. И там было сказано, что милостыня должна быть с рассуждением. И вот я самый, многие из нас, мы постоянно это повторяем, и в принципе это так. То есть милостыня должна быть с рассуждением, а не безрассудной. То есть это вот наше такое справедливое человеческое решение, но оказывается, может быть, и другая сторона, я понимаю, что все это дискутируемо очень, и мы ни на чем не настаиваем. Мы просто говорим только о том, что когда решили раздать милостыню последний раз, и было зачитано вот это вот постановление кинота на Афоне, и раздавали когда, то один из монахов сделал фотографию, чтобы запечатлеть вот последнюю раздачу хлеба неимущим. И потом, когда он проявил, то оказалось, что там запечатлен образ, ну, как бы мы сказали, вот именно женской фигуры, то есть в женском одеянии, а на Афоне в принципе не бывает женщин, и те, кто раздавали хлеб, они не видели, чтобы кто-то подходил в женском одеянии. И старцам было открыто, что это было явление самой Божьей Матери, которая вот с этими неимущими, вроде бы такими вот людьми, ну, как бы ненужными, которые непонятно на что тратят вот эти вот средства, что им вот безрассудно раздается милостыня. А Божья Матерь все равно, как бы в числе их, подходит и принимает эту милостыню. И там был создан большой такой образ, и вот уже в 2000-х годах праздник в честь вот этого святописанного образа. А почему святописанного? Светописание – это как точно вот с греческого фотография, фотография по-гречески, а на русский переводится как светописание. То есть фотографический образ Божьей Матери. И вот этот праздник в 2000-е годы, он был включен в том числе и в наш календарь. И мы видим, что есть и иная логика, что не надо ждать от нищих совершенства, не надо ждать от нищих добродетельной жизни, потому что мы сами несовершенны. Мы сами безрассудно ведем себя, но обрекать кого-то на голодную смерть тоже неправильно. И на самом деле вот милосердие – оно, понимаете, не от изобилия средств, а от изобилия сердца. Вот если сердце изобильно, в чем? В любви изобильно, то оно непременно будет откликаться на чужую боль, чем-то делиться. А сердце скудное, оно ничего не может дать. И средство тут ни при чем. Милосердие сходит не от изобилия средств, а от изобилия сердца. И в этом духовная сила. Это располагает, а жестокость отталкивает. Это привлекает и согревает других людей. Это вот то, что может подать какую-то духовную силу. Ну, а дальше уж каждый пусть делает выбор для себя, потому что тут сейчас, конечно же, будут многие спорить, писать, как же так, вот там непонятно кому раздавать. И мы даем, они все равно по-прежнему живут. Вот художник Алексей Арцебушев, он монаш, что даже принял, монах Серафим, вот он рассказывал про своего дедушку, как тот однажды проникся состраданием к нищему, а нищий был в драной рубашке, и вот дедушка свою лучшую рубашку отдал ему, этому нищему. А потом проходит какое-то время, и вдруг он видит, что этот нищий опять в своих прежних лохмотьях лежит вдрызг пьяный у кабака, и дедушка настолько расстроился, что он же лучшую рубашку отдал. Он думал, что как бы исполнить заповедь, и вот в итоге он сам остается ни с чем, а и нищий непонятно куда он продал, пропил эту рубашку. А потом во сне вдруг он видит, является сам Христос, и он в этой рубашке. То есть, оказывается, милосердие, которое мы оказали кому-то, это как наше служение Христу. Вот помните, Спаситель говорил, «Так как вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Вот что такое милосердие. Это служение Богу. Это может тебя сделать сильнее, потому что если ты озлобляешься, если становишься жестоким, то это немощь, это слабость, и это гибель. А милосердие, любовь и добро – это подлинная духовная сила. Ну, пусть каждый сам делает свой выбор, никто никого не заставляет. Все может быть только добровольно, конечно же, по силам каждому. И лишь дай Господь всем нам действительно какого-то духовного здравомыслия, чтобы не теряться, потому что мы никогда не умеем выбирать золотую середину, и всегда уклоняемся вправо или влево, и я, и вы, и все мы такие. Поэтому просто помолимся, чтобы Господь нас в нашей такой немощи умудрял и научил нас правильному, трезвому здравомыслию. И, конечно же, чтобы Господь созидал нас все-таки милостивое, доброе и любвеобильное сердце. Храни вас, Боже, дорогие братья и сестры. Милость Божия да пребудет со всеми нами. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok